Иисус Скажи несколько слов благодарности Богу. Просто поблагодари Его за то, что Ты в доме Его. Поблагодари Его за то, что Он здесь. Поблагодари Его за то, что Он касается Твоего сердца, Твоего Духа. За то, что Ты можешь сегодня сокрушаться в Его присутствии. Поблагодари Его за то, что Ты можешь сегодня сокрушаться в Его присутствии. И говорит, однажды, говорит, мы настолько увлеклись, говорит, это была наша жизнь. Мы не садились кушать, пока мы не посмотрим игру. И однажды, говорит, когда оставалось 8 минут до конца матча, Бог проговорил ко мне, говорит, иди молись. Дух, жажда пришла. Я говорю, Бог, подожди, я потом 5 часов буду молиться. Ну дай мне 8 минут досмотреть, что же, кто выиграет, это финал. Говорит, Дух Святой продолжал вот здесь в сердце моем стучать. Осталось 4 минуты уже решающие все. Дух Святой опять говорит, молись. Я говорю, Бог, подожди, подожди. Еще 4 минуты, потом я целый день буду молиться. И он рассказывает, что когда закончился этот матч, он пошел в свою комнату, как обычно, говорит, я знаю свое место, склонил свои колени. А нету огня, нету молитвы. Я говорю, Бог, где ты? Бог говорит, я здесь, но ты не послушал за меня, что ты избрал, что мы выбираем по моей жизни. Знаем ли мы, что мы стоим каждый день перед выбором? Ты каждый день стоишь перед выбором, рано утром, в обед, вечером. Здесь такой выбор. Адаму был дан выбор. Мы созданы для того, чтобы выбирать. Вы можете занять свои места. Спасибо нашим прославителям, музыкантам, братьям-то, которые сидят сзади, управляем аппаратурой. Что мы выбираем сегодня? Народ, который однажды кричал в арабу, было дано выбор людям. Пилат говорит, кого вы хотите? Иисуса из Назарета. Учителя вашего. Кого вы хотите? Или вораму, разбойника. И вот народ кричит в арабу, в арабу. Смерть Ему, Иисусу, смерть Ему. Пусть кровь Его будет на нас и на детях наших. Человек делает выбор. Какой выбор сегодня я делаю? Или я в той толпе кричу, в арабу давай, в арабу. А Иисуса распни. Порой мы идем за толпой и не понимаем одну самую прекрасную вещь, что ты реально должен сегодня избрать себе, кому ты хочешь служить? Кому ты сегодня хочешь служить? Стал ли Иисус Спасителем твоим? Стал ли Он Господином твоей жизни? Понимаем ли мы сегодня, перед кем мы здесь стоим, когда мы приходим в Дом Божий? Понимаем ли мы, кому мы поклоняемся сегодня? Или сегодня мы идем за толпой? Хорошо быть в толпе. Но я не хочу быть в толпе. Ты хочешь быть человеком толпы? Или ты хочешь стоять во главе? Ты хочешь быть хвостом? Или головой? Иисус сегодня говорит каждому из нас, Он говорит мне и тебе, что ты выбираешь. Я сегодня хотел говорить о том, кто такой христианин? Или какая должна быть наша жизнь? Что вообще делает нас, чтобы мы могли называться христианами? В Деянии апостолов в 11 главе написаны такие слова. 25-й, и мы прочитаем несколько стихов. Потом Варнава пришел в Тарс искать сало, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви, и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Павел, Варнава, это не были те люди, которые ходили с Иисусом даже. Но они целый год учили в Антиохии, и история говорит, что их не просто называли христианами, а назвали их христосиками. Слушайте, что он дает? Или как понять? Почему их стали называть? Почему они стали называться христианами? Что делает нас сегодня христианами? Скажи, задай себе вопрос, что делает меня христианином сегодня? Давайте мы просто порассуждаем. Может быть, то, что я крещен, и участвую, вот сегодня будет хлебопреломление, и вот это вот делает меня христианином? Вопрос. Многие люди крещены в детстве, и взрослые, я знаю, и взрослые крещены. И многие люди каждое воскресенье ходят в церковь, но это не делает нас христианами просто принимать участие в хлебопреломлении, а вообще апостол Павел говорит, кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет в осуждении себе. И вот это вот участие в хлебопреломлении и ходить в церковь, это не говорит о том, что ты уже христианин. Можно каждый день ходить в шап и видеть, как брат делает машины, но это тебя не сделает механиком никогда. Можешь даже вытирать ключи, я могу приходить брату, помогать вытирать ключи, каждый раз полочки протирать, чтобы масла не было, и смотреть, глазеть, как он будет делать, но пока, если ты не начнешь это делать, это тебе не сделает механиком. Ты можешь стоять возле продавцов в магазине и смотреть, как они торгуют и со стороны наблюдать, как они ошибаются, но пока ты сам не станешь за этим аппаратом, ты не будешь никогда продавцом. Поэтому просто ходить в церковь и участвовать в хлебопреломлении, это не говорит, что ты уже христианин. Знаете, что даже Ленин и Сталин, они были крещены в детстве. Знаете, сколько людей сегодня крещенных? И сколько людей ходят по воскресеньям в церковь, чтобы поучаствовать в хлебопреломлении? В православную церковь зайди, там увидишь всех людей. И они говорят, что они христиане. Но нет. И Ленин, и Сталин, они были крещены в детстве. Но это не сделало их христианами, они стали тиранами. И мы можем много об этом говорить. Может быть, тот, кто родился в христианской семье, он есть христианин. Как вы думаете? Я недавно с одним человеком разговариваю. Он говорит, это я же родился в христианской семье, я это все знаю. Но делает ли это нас христианами? Если ты родился в автобусе, что ты уже водитель автобуса? А если ты в самолете вдруг родился, что ты летчик? Родился в христианской семье, ну и что? А где твои отношения с Богом? Я потом буду говорить об этом. Делает ли это нас христианами? Я всю жизнь являюсь христианином. Говорит, я родился. Да папа молился, папа проповедовал. А ты где? Делает ли это нас сегодня? Разве место рождения определяет нас, кто мы есть? Традиции, религию можно передать по наследству. Но у Бога есть только дети. Нету даже двоюродных, троюродных, нету племянников, нету внуков, нету правнуков. У них есть только дети у Бога. Поэтому, если твой отец или мать были верующими, а ты еще не пережил встречи с Ним, ты не можешь называться им. Тебе нужна реальная встреча с Богом. Может быть, тот, кто живет нравственной жизнью, он является христианином? Давайте мы подумаем. Нам нужна нравственная жизнь. Мы должны быть вежливыми, культурными. Этику, эстетику нам нужно соблюдать. В Америке ее не соблюдают. Здесь нету этики и эстетики. Здесь не учат этому. Здесь может подойти ребенок, которому годик, и сказать дедушке, которому 70 лет, и сказать, Ваня, здравствуй. Это не нравственная жизнь. Библия учит нас нравственности. Она учит нас этики и эстетики. Библейская этика и эстетика. Это высшее над всеми. Я всегда говорил так, что христианство – это высший эшелон. Знаете, в армии есть высший состав, командный состав. И вот почему-то в армии вот этот высший состав вот так вот подчиняются все ему. Вот христианство – это высший состав. Выше нету. Выше уже Бог. Вести нравственную, порядочную жизнь – это хорошо. Но это еще не означает, что ты уже христианин. Я знал и знаю даже таких людей, которые в свое время были ворами, авторитетными такими людьми. Потом они занимались рэкетерами были. Мне приходилось встречаться по работе с ними. И знаете, когда они приходят, их можно узнать. Они очень вежливо говорят. Они не говорят очень много. Они очень культурные и вежливые. Они отвечают за свои слова. И если так посмотреть, то порой мы не отвечаем за свои слова. Мы забываем, что мы сказали. Мы забыли даже, что мы обещали Богу служить доброй совести. Мы забыли. Крестились и забыли. Мир увлек нас. Волны понесли нас. И мы забыли, что мы обещали. А эти авторитетные люди, они не забывают. Они сказали, сделали. Сказали, сколько надо заплатить. Пришли, заплатили. Даже не торгуются. Я видел этих людей. Они очень порядочны. И если так посмотреть, то может быть, нам чему-то стоит и научиться от них. Но я хотел бы, чтобы мы учились у Христа. Иисус был самым авторитетным. И Его слова и Его дела не расходились. Поэтому я не смотрю на этих авторитетных людей. Моим авторитетом стал Иисус Христос. И я вижу, насколько Библия четко и ясно это открывает мне. и поэтому я хочу быть похожим на Иисуса. И поэтому в Антиохии стали называться христианами, похожими на Христа. Может быть, те люди, которые ходят или верят в Бога, они называются христианами? Как вы думаете? Все люди, которые верят в Бога, они христиане? Да? Например, мусульмане, они верят в Бога, но у них Бог Аллах. Буддисты верят в Буду и многие другие верят в разные вещи. Есть Кришна и так далее. Понимаете? Люди верят. Но это не делает их христианами. Сегодня многие люди знают, что физические упражнения полезны для нашего здоровья. Павел говорит, что мало полезны. Но люди их не делают, поэтому они не становятся здоровыми. Дети знают, что есть зубная паста, чтобы чистить зубы, но от этого, что они знают, зубы у них не чище. И дети знают, что есть мыло. И когда ты моешь руки, ты будешь чистым, но они это не делают, и от этого они не становятся чище. Его надо взять, и надо что-то делать. Вера в Бога это условие необходимое, но недостаточное. только верить это ничего. Библия говорит, что и бесы веруют, и трепещут. И потому лишь бы верить это ровно ничего. И бесы веруют и трепещут. Яков говорит, но знаешь ли ты, неосновательный человек, что вера без дел мертва. Просто верить это ровно ничего. это ровно. Может быть, тот христианин, кто молится, но мы любим молиться. Мне нравится молитва. я вижу, что я разбиваю у вас ваши понятия. Многие смотрят на меня и думают, что хочет сказать брат Иван сегодня. Я хочу, чтобы мы просто реально задумались, кто мы есть на самом деле, и почему мы сегодня идем за Иисусом, и почему однажды, когда Иисус проходил мимо, увидел этих учеников или этих рыбаков, и Он говорит, идите за Мною. И они оставили все и последовали за Ним. Что они увидели в Нем? И что сделало их апостолами? Что сделало их учениками? Что дало им толчок в их жизни? Что они потом пошли по всему миру, проповедовали Евангелие? Что они после, когда ходили и проповедовали, когда им надлежало умереть, они говорили, я не достоин умереть, как мой Спаситель. С кого-то снимали шкуру живем, кого-то перепиливали. Почему? Неужели только хождение за Иисусом? Неужели молитва? Конечно, мы христиане, мы любим молиться, но далеко не так, не только мы молимся. Знаете, я хочу сказать, что мы даже мало молимся по сравнению с другими религиями. Мусульмане пять раз в день молятся, а мы хотим, мы говорим хотя бы три раза в день, ну, четвертый раз уже, когда перед сном. Три раза, когда кушаем, ну, и то, иной раз бывают люди и это не делают. Одного брата спросили, сказали, у вас в доме молятся, он говорит, у нас в доме только свиньи не молятся, потому что когда им даешь, им некогда молиться, а остальные все молятся, говорит, перед едой. мусульмане пять раз молятся, есть кришнаиты, буддисты, я знаю, есть те, которые вот эти трещотки носят, и они постоянно молятся, знаете, вот так вот перекатывают эти шарики и постоянно что-то говорят, и я знаю моего друга одного, он когда пришел в православную церковь, еще был мальчиком, его заставили учить все молитвы наизусть, там молитвенники эти, и он говорит, столько там всего, но это не сделало его христианином, знаете, пока он не встретил настоящих людей, настоящих христиан, которые живут для Иисуса, и он увидел что-то в них и сказал, слушай, я хочу быть таким, поэтому даже криминалы, когда идут на дело, они идут и молятся, знаете, чтобы совершить какое-то грязное дело, они идут, и после этого, когда совершили, они идут до батюшки, и говорят, батюшка, помолись за нас, но делает ли это нас христианами, делает ли это человека христианином, мы знаем, что Корнилий, он был язычником, он не был евреем, но он постился, молился до одного момента, пока не явился ему Господь, и сказал, твои молитвы, все услышано, но призови Симона Петра, который гостит там, и он придет и скажет тебе слово, спасешься ты и весь дом твой, поэтому только молитва, она не делает нас христианами, сама молитва не делает человека христианином, может быть тот, кто говорит о Христе, он уже христианин, знаете, сколько сегодня писателей пишут о Христе. Многие даже спорят на форумах, доказывая, а сами не христиане. Я знаю одного человека здесь, Сакрамента, он не христианин, он читает Библию, но он не христианин, и он многим может рот закрыть, начитанный, наученный, но он не христианин. И сегодня много таких людей, писатели пишут в книгах о Христе, но они не христиане. Поэтому просто говорить о Христе это ничего. Может быть те, кто читает Библию, давайте уже еще одно. Знаете, это можно продолжать много говорить об этом. Может быть тот, кто читает Библию, он уже христианин. во-первых, Библия это Слово Божие, а не человеческое. И я хочу сказать, что оно заслуживает большего почтения и внимания и доверия, нежели какие-то другие художественные книги, романы и так далее. Но помните одно, что только чтение не делает нас христианином. Если ты только будешь читать, но не будешь исполнять, это просто ничего. Просто будешь знатоком хорошим и на этом конец. И я хотел бы, чтобы мы чуть-чуть поговорили, кто такой настоящий христианин. настоящий христианин это тот, кто идет по пути жизни, а не смерти. А путь жизни это Христос. Иоанна в 14 главе в 6 стихе написано, Иисус говорит, я путь и истинной жизни. Вот путь, по которому идет христианин. Христианин, он идет по пути жизни. Кроме этого, Иисус указывает на широкий и на узкий путь. Это записано в Матфея в 7 главе. И мы понимаем, что есть широкий путь, ведущий куда? И знаем, куда идет узкий путь, который ведет жизнь вечную. Вот настоящий христианин это тот, кто идет по пути жизни и идет по узкому пути. Что такое путь жизни? Это путь мира. В Иоанн Гелия Тиана 14 главе написано в 27 стихе, что это путь мира. Следующее, это путь чистоты, это путь любви, это путь повиновения. это путь жизни. Если я не повинуюсь, если я не в мире, если я не соблюдаю сегодня эту чистоту, это святость Божия, если ее нету во мне, если во мне нет любви, или давайте по-другому, если во мне нет мира, нету этой святости, нету любви, нету повиновения, я не могу быть христианином. Ты можешь просто называться, но одно название ничего не делает. Знаете, сегодня можно взять какую-то самую дешевую футболку и на нее там нашить самую крутую фирму и говорить, вот, знаете, это было в Одессе в свое время, 80-е годы, я помню, я учился в Одессе, и там продавали футболки, какие-то фирменные, и ребята взяли, когда они ее постирали, она исчезла. Мы продавали за фирменные, джинсы продавали за фирменные, а когда их стирали, они потом становились, вся краска исчезала. Знаете, просто наклейку поставить, это не говорится, что уже фирма есть. Просто носить сегодня наклейку, и как мы беседовали с братом, и говорили, сегодня модно вот здесь вот такую наколку сделать, Иисус любит тебя, и вот идет, Иисус любит тебя, всем показывает, а на самом деле сердце далеко от Бога, там вообще его нету, Бога. И надо ли тебе вот это ставить наколку, или едет человек, а на машине сзади, Иисус любит тебя, и он раз, подрезал одному, второму подрезал, третьему подрезал, так любит Иисус или не любит? А, чтобы все увидели, о, это тоже красиво, брат, так это путь с Иисусом Христом, настоящий христианский путь, это путь жизни, это что, путь жизни, это путь любви, это путь мира, это путь чистоты, святости, кротости, смирения, путь жизни, это Иисус повелевает, а христианин говорит, я с радостью Иисус повинуюсь и принимаю, потому что это Твое Слово, Ты говоришь, Иисус, слуга земного царя просто ждет мелкого намека, чтобы что-то сделать, и он уже бежит, а мы, христиане, ждем, чтобы Бог нам три раза сказал, а правильно рассказал ли, а Бог ли это сказал, а может быть это не Бог, а ну прочитай, а это правильно ли в Библии, а не дописано ли это, о, ты знаешь, а вот это Евангелие от Матфея, его потом дописали, в оригинале этого не было, и мы ждем, и доказываем свое неверие, свою неправду, свою нечистоту, свою греховность, мы хотим закрыть и сказать, о, это в Библии неправильно, я говорю одному брату, вырывай эти страницы, которые неправильны, вырывай, вот ты читаешь, и ты говоришь, что это не, вырви эту страницу, дорогой, ты останешься с корочками, только корочки останутся в твоих руках, потому что, когда мы не принимаем Слово Божие, мы не можем ходить по пути жизни, это не путь жизни, путь жизни это путь повиновения, я служил в армии, и солдаты, они ждут, чтобы командир сказал только, а солдат еще дает ему честь его погонам и говорит, есть, и исполняет, ты должен не только сказать, хорошо, начальник, я пошел, а ты должен, тебе сказали, ты должен отдать честь его погонам и сказать, есть, и идешь и исполняешь, никаких прикословий, никаких размышлений, потому что, если ты переспросишь, тебе дадут еще один нарядик, тебе сказали идти, тебе надо идти, поэтому Иисус говорит, когда тебя попросят пойти одно поприще, пройди два, не просто так, а ты должен взять этот чемодан и нести, и не только тридцать шагов, или триста, а шестьсот, и вот Иисус и говорит, это путь жизни, настоящий христианин, это тот, кто родился заново от воды и духа, это тот, кто пришел ко Христу и изменил всю свою жизнь в послушании Ему, не просто Иисус, измени мою жизнь, а не хочу тебя слушать и знать, что ты хочешь и что ты говоришь, а ты живешь каждый день в послушании Христу, ты Ему подчиняешься как Господину твоей жизни, это путь жизни, настоящий христианин это тот, кто живет не для себя, а для него, поэтому Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос, это тот, настоящий христианин, кто поставил Иисуса на первом месте в своей жизни, в семье, работе, учебе и так далее, Иисус есть номер один, является ли Он сегодня номер один в Твоей и моей жизни, настоящий христианин это тот, как Иисус сказал, если кто хочет, иди за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и иди за Мною, многие люди говорят, а что, вот мой крест, а что я иду и несу его, а не надо его нести, надо распинать себя на нем, каждый день, ты должен распинать свою плоть, апостол Павел в Галатам в пятой главе он говорит, но те, которые христовы, они распяли свою плоть со страстями и похотями, это путь жизни, это путь света, это путь мира, это путь любви и чистоты. Я хочу, чтобы мы стали, мы будем молиться сейчас и мы приступим к хлебопреломлению, потому что время очень уже быстро убегает. Я благодарен Богу, что Бог открывает наши глаза увидеть этот свет. И я хочу, чтобы мы сегодня действительно осознали и мы могли сказать, прочитав вот эти все критерии, вот эти все вещи, которым мы говорили, соответствую ли я этому? И могу ли я сегодня называться христианином? Живет ли Иисус во мне? Умираю ли я сегодня для греха? И посвятился ли я Ему полностью? Иду ли я по пути жизни? Иду ли я сегодня по этому узкому пути? Или сегодня я прыгаю и там, и там? Утром на собрании, а вечером в кинотеатре? Вечером на молитве, а утром в другом месте? Где мы находимся? Знаем ли мы сегодня, выбрали ли мы твердую позицию своей жизни? Знаете, когда есть позиция, есть и оппозиция. Не может быть, чтобы была позиция, а позиции не было. ты должен сегодня где-то быть, на чьей-то стороне. Что-то ты должен сегодня менять в своей жизни. От чего-то ты должен отказаться, если ты сегодня хочешь, не за Иисусом Христом. Готов ли ты, чтобы в твоей жизни был переворот? Потому что те люди, которые встретились с Иисусом Христом, мы читаем Деяния Апостолов, и целый год собирались, пребывали в учении. И вот за год они узнали, они разумели, они поняли, что они не такие. И вот они начали называться христианами. Можешь ты сказать сегодня, Господь, я христианин, я хочу быть похожим на Тебя. Я хочу, чтобы Твое слово, оно оживало во мне. Я хочу быть в один Твоим Духом. Я не хочу поступать по плоти, я хочу жить по Духу. Потому что живущие по Духу это другие люди. Потому что плоть и Дух они всегда противятся. Твоя плоть, она будет всегда нависать над Тобой. Когда ты начнешь жить по Духу, твоя плоть будет с тобой бороться. Она будет восставать, как самый большой Голиаф. Даже больше, наверное, чем тот, которого поразил Давид, она настолько поднимется над тобой и скажет, ты что делаешь? Остановись! Что ты делаешь? Но я хочу тебе сказать, что ты сам это не сможешь преодолеть. Это можно только лишь с Иисусом. когда ты доверишь Ему, чтобы Иисус стал на троне твоего сердца. Когда твое Я, оно будет сломлено, оно будет затоптано, и ты скажешь, Иисус, уже не Я живу, а живешь ты во мне. Ай ой, Субтитры создавал DimaTorzok